Всем привет! Это канал Готовить Просто. Приближается праздник Пасхи и уже очень скоро мы будем печь куличи. На моем канале вы найдете очень много видео разных пасхальных куличей. Под видео есть ссылки. Там есть и творожные куличи, и обычные издобные куличи. Совершенно много их разных вариантов. Но сегодня я хочу с вами поделиться очень особенным и невероятным рецептом. Эти пасхи, они с сухофруктами. Вот так они будут выглядеть. Посмотрите. Когда я первый раз пекла эти пасхи, посмотрите, какие они просто нереально красивые. Посмотрите, какие в разрезе пасхи. Когда я первый раз попробовала именно эту пасху, я ее разрезала, я ее ела, ела. И в общем, я не могла остановиться и не могла понять, что со мной вообще происходит. Поэтому обязательно оставайтесь, чтобы узнать рецепт, потому что я считаю, что такой рецепт пасхи должен быть просто у каждой хозяйки на кухне. И сегодня я покажу, как делать такую просто волшебную белково-лимонную глазурь. Потому что именно эти пасхи без этой глазури просто не такие абсолютно. Сюда входят сливки, вот с молоком еще сливки. В общем, это что-то невероятное. Поэтому обязательно оставайтесь вместе со мной. Начнем с сухофруктов. Значит, смотрите, нам нужно будет две нормы сухофруктов. Сухофрукты и орехи это то, что пойдет непосредственно в тесто. И это то, чем мы будем украшать наши пасхи. Значит, то, что идет в тесто, орехи нужно подробить. А все сухофрукты залить кипятком. Именно кипятком. И оставить минут на 20. Вот эти сухофрукты, которыми будем украшать, кипятком залить. И воду сразу же слить. Держать в воде сухофрукты долго не нужно. То есть буквально вот так в кипятке их промыть и слить на друшла. Орехи можно взять совершенно любые. У меня грецкие орехи, миндаль, обычный арахис. И здесь сушеная, такая типа, вот как сушеные клюквы. Можно взять сушеную вишню. Тоже подойдет. Значит, это нужно порезать. Орехи я разрезаю обычно вот так, на две части. И грецкие вот так. Сильно не мельчу, чтобы в тесте попадались орешки. Вот, чтобы в пасхе были слышны орехи хорошо. Молоко и сливки нужно подогреть. Я буду подогревать в мультиварке. Вы можете подогреть на обычной плите или в микроволновке. Значит, они должны быть 35-40 градусов. Если нет у вас мультиварки с таймером и с градусами, то можно подогревать на обычной плите. Просто пробуйте, чтобы вы могли спокойно держать пальчик, чтобы было еле тепленькое, чтобы не горячее было. Я выбираю на своей мультиварке режим мультиповар. И градусы устанавливаю 40 градусов. Молоко подогрелось. Дрожжи. Значит, либо взять 30 грамм свежих дрожжей, либо 7 грамм сухих. Или 10 грамм сухих. Обычно в пакетике у меня 10 грамм. Поэтому, если сухие дрожжи, то 10 грамм. А свежие 30. Я готовлю паски на свежих. Мне нравится больше, но заменять можно и такими, и такими. В дрожжи отправляем ложку сахара из общей нормы. И отправляем в подогретое молочко. Перемешиваем дрожжи. Значит, перемешиваем и пытаемся их растворить. Сразу не получится, конечно. Но хотя бы минуты 2-3 нужно помешать. В молоко сюда отправляем несколько ложек муки. И теперь перемешиваем с мукой. Должна получиться такая густоватая масса, как на оладике. Посмотрите, какая масса должна получиться. Такое тесто, как на оладике, когда мы печем оладики. Значит, теперь эту мисочку нужно затянуть пищевой пленкой. Оно должно увеличиваться в 2 раза. Оставляем приблизительно минут на 15-20. Теперь время яиц. Яйца нам понадобится 5 штук. 2 только желтки, а 3 целых яйца. Два вилка, которые мы отделили, убираем в холод. Они нам понадобятся для украшения. Начинаем взбивать яйца. Можно ручным миксером, таким стационарным или венчиком. Посмотрите, яйца увеличились в объеме в несколько раз и посветлели. Теперь в яйца отправляем сахар. Ваниль или ванильный сахар, можно ванилин. И щепотку соли. Я отправляю где-то пол чайной ложечки соли. Теперь взбиваем это все вместе с сахаром в течение 5-6 минут. Посмотрите, какая красивая масса получилась. Если до конца сахар у вас не растворится, ничего страшного. Слили сухофрукты. Теперь нужно порезать их. Значит, резать нужно только большие сухофрукты. Изюм можно не резать. Как вариант, еще можно взять инжир. Что еще? Вишню сушеную можно взять. Клюкву сушеную можно взять. Это будет очень-очень вкусно. Так, изюм. И режем. Приблизительно, режем так, чтобы они были приблизительно такие, как изюминки. То есть на квадратики. Сначала режем вдоль. А теперь режем поперек. И получаются такие кусочки, приблизительно, как изюм. Размешиваем. Приблизительно, пытаемся весь комочек теста перемешать до однородности с мукой. Желательно это делать деревянной или силиконовой лопаточкой. Все перемешали. Если у вас образовались небольшое количество комочков, вот так, это не страшно. Теперь сюда отправляем муку. Теперь все перемешиваем вместе с мукой. Обязательно мука должна быть просеянная. Хорошо, если вы просеете раза два. Посмотрите, когда тесто начинает хорошо держать форму, превращается вот в такой комок теста, сюда можно отправлять взбитые яйца. Посмотрите, какая воздушная, пышная масса в яиц у нас получилась. У вас должно быть точно так же. Вмешиваем яйца в тесто. У нас еще осталось немного муки. Сейчас мы вмешаем яйца, а потом будем добавлять муку. Посмотрите, какая однородная получилась масса. Теперь время сливочного масла. Масло нужно разогреть в микроволновке или на плите. Закипеть оно не должно, просто растать. Вводим масло и хорошо перемешиваем. Теперь вводим оставшуюся муку. И опять перемешиваем. Посмотрите, я вмешала всю муку. Посмотрите, какое должно получиться в итоге тесто. Вот такое густоватенькое, видите? Оно чуть гуще, чем на оладике. И оно, видите, такое вот влажное, оно не мокрое, оно будет липнуть к рукам. Теперь сюда отправляем подсолнечное или оливковое масло. Все перемешиваем. Можно руками, можно лопаточкой, можно деревянной ложкой. Как вы видите, тесто липнет к рукам. Так должно быть. Теперь распределяем его. И будем оставлять, чтобы оно подходило. Отправляем тесто растаиваться. Я буду растаивать его в мультиварке. Режим мультиповар 35 градусов и приблизительно 20-25 минут. Как я еще растаиваю тесто? Можно поставить в кастрюльке на плиту. И так как у меня электронная плита, выбрать цифру 1. Тогда тесто не подгорит, ничего с ним не случится. Оно будет еле-еле тепленькое, да? И все время будет подогреваться. Но на циферке 1. Очень удобно, потому что все время оно находится в тепле. Оно моментально подходит минут за 15. Если у вас не электронная плита или газовая плита, то ни в коем случае на газ не ставьте. Просто где-то тогда в теплое место. Тесто увеличилось в несколько раз. Посмотрите, сколько много теста получилось. Теперь немного присыпаем стол мукой и отправляем тесто на стол. Сверху тро тоже присыпаем мукой. Значит, и начинаем вымешивать тесто на столе. Всего у нас ушло 900 грамм муки. У вас может уйти на 50 грамм больше или меньше. Все зависит от качества муки. У всех мука разная. Итак, в само тесто для растойки ушло где-то 800 грамм муки. И еще 100 грамм вот здесь мы вымешивали на столе. Теперь берем подсолнечное или оливковое масло. Выливаем на стол. Сверху кладем тесто и на тесто тоже льем масло. И вымешиваем в масле тесто. Значит, масло должно полностью впитаться в тесто и практически не будет жирным. Тесто готово. Посмотрите, оно вымешанное хорошо, не липнет к рукам за счет масла и к столу. Теперь, кастрюльку, где растаивалось тесто, на низ наливаем немножечко подсолнечного масла. Отправляем туда тесто. И в тесто высыпаем орехи, сухофрукты и возьмите апельсин или лимон. Нам понадобится только цедра. Посмотрите, я добавила только цедру одного большого апельсина. Можно еще добавить лимон. Тоже вкусно, с из цедрой лимона. Теперь все это дело нужно перемешать вместе с тестом. Немного еще подсолнечного масла. Всего подсолнечного масла по норме в тесто идет 60 грамм. Вот такое получилось тесто. Теперь отправляем его на расстойку на 1 час, ну как минимум на полчаса точно. Оно должно увеличиться в объеме в несколько раз. Посмотрите, как поднялось тесто. Буквально за 45 минут полная кастрюля. Теперь его немного нужно осадить. Вот такое тесто. Немного его обмяли. Оно пахнет неимоверно цедрой. Просто очень-очень вкусный запах стоит. Теперь по поводу форм. Возьмите любые формочки. У меня вот такие бумажные сегодня. Можно взять железные и застелить их пергаментом. Как вам нравится, что есть у вас под рукой дома. Я закладываю всегда половину формочки. Чуть-чуть может быть меньше, чем половину. Чтобы сверху они хорошо поднялись, было красиво. Берем небольшую часть теста и опускаем в форму. Отправляем в духовку. Теперь на первые 20 минут, чтобы паски подошли, ставим температуру на 50 градусов. Режим ставим конвекция вверх-вниз на 20-15 минут, чтобы паски хорошо, красиво подошли. Устанавливаем время 15 минут и будем ждать, чтобы хорошо, красиво подошли паски. Буквально за 15 минут паски подошли на 50 градусов, вот так вот очень хорошо, высоко. Теперь устанавливаем градусы 180 на полчаса. Прошло полчаса. Берем зубочистку, прокалываем паску. Если она сухая, зубочистка, значит паски спеклись. Берем белки, которые мы отставили в самом начале. Начинаем их взбивать. Значит, до густой пены взбивать их не нужно. Немножечко вот так вот разболтать, посмотрите, чтобы белок стал более жидким. Добавляем в белок сахарную пудру. Пол одной ложечки и перемешиваем. Я высыпала последнюю сахарную пудру и заливаю сок лимона. Теперь все хорошо, интенсивно перемешиваем. Вот такая белая помазка у нас получилась. Теперь, пока паски еще горячие, начинаем их смазывать. Обязательно смазать хорошо все паски. И смазываем по одной. Одну намазали, теперь будем укладывать весь декор, который мы приготовили. Орехи, всевозможные. Ну и в общем, все, что в принципе мы готовили на паску, вот все, что клали вовнутрь паски, все мы этим украшаем сверху. Получается очень ярко и красиво. Посмотрите, какие паски в итоге получились. Получилось три большие и две маленькие. Достаточно много с такой нормой молока. В общем, очень красивые, невероятно вкусные. Давайте разрежем и посмотрим, какие они внутри. Посмотрите, как получилось в разрезе. Очень красивое, мягкое, пахнет цедрой. Такое тесто, знаете, и не слишком сухое, и не влажное. Что-то среднее между сухой и влажной паской. В общем, просто идеальный вариант, идеальная середина получилась. Обязательно попробуйте такой вариант пасок. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Счастливой Вам паски. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok